Поисковикам удалось прояснить судьбу военных летчиков без вести пропавших 73 года назад. Трое героев, экипаж сбитого врагом бомбардировщика, сражались с гитлеровцами в небе над Кубанью. Их самолет был сбит. Теперь летчикам отдали последние почести. Разыскали родственников, пилотов. Репортаж Юлии Чемаковой. В этой братской могиле, в станице Холмской, лежат около двух тысяч советских солдат. Тех, кто освобождал Краснодарский край от фашистов. Почти все молодые ребята, 20 лет с небольшим, совсем мальчишки. И каждый год поисковики добавляют к этому скорбному списку новые фамилии. Сегодня состав бессмертного полка пополнил экипаж пикирующего бомбардировщика П-2. Командир Леонид Ячменев, штурман Николай Кожухов и связист, он же воздушный стрелок Василий Воробьев. Последний раз их самолет поднялся в небо в феврале 43-го. Совсем рядом с нами находится знаменитая голубая линия, многоэшелонированная оборона немецкая, которую освобождали в течение полугода. Из боевых донесений, которые нам удалось прочитать, бомбардировщик П-2, он был разведчиком, но в то же время он проводил разведку боем. Если он обнаруживал какие-то эшелоны, какие-то обозы немецкие, какие-то укрепления, то он обязательно их бомбил. 73 года всех членов экипажа считали пропавшими без вести. Внучка Леонида Ячменева, которую разыскали поисковики, рассказывает, бабушка до конца своей жизни верила, что дед жив. Бабушка все время искала и ездила на все слеты военные, и была память очень такая трепетная у всей семьи. И да, пыталась. Никогда не говорила, что он погибший, она всегда говорила, что он пропал без вести. Значит, надеялась. А дядя Коля, так называют штурмана Николая Кожухова, его племянница, женился как раз перед началом войны. Он писал семье трогательные письма, которые до сих пор хранятся у них дома в Москве. Это было последнее письмо с фронта. Писал много о том, что нужно потерпеть. Писал о том, что вот там раньше были облигации, что их обязательно нужно подписывать, что это помощь фронту. Спрашивал о младших детях. Здесь, всего в нескольких километрах от станицы Хоумска, и были обнаружены обломки советского бомбардировщика. Местный житель рассказал поисковикам, что в 60-х годах, теперь уже прошлого века, когда он был еще мальчишкой, наткнулся в поле наторчащей из земли. Хвост самолета. Никаких следов разбившейся машины на поверхности обнаружено не было, но поисковики все равно решили работать. Уж очень подробно было описано это место. Весной, в канун Дня Победы, им удалось найти шасси, винты, один из двигателей бомбардировщика. Были обнаружены останки погибших летчиков. Установить имена и звания членов экипажа помогли хорошо сохранившиеся детали самолета. И это редкая удача, считают поисковики, ведь он падал с 4-х километровой высоты. Мы вытащили оттуда поршень, а на поршне внутри находится номер двигателя. Сразу определили дата вылета, погиб экипаж. Все найденные фрагменты самолета теперь хранятся в одной из станичных школ. Ее ученики уже давно создали свой поисковый отряд и работают в нем наравне со взрослыми. О том, как участвовали в раскопках, могут рассказывать часами. Это кусок высокий самолета с пробоины от пули. Самолет был подбит 10 февраля 1943 года в 7.45 по московскому времени или в 6.45 по берлинскому. Немецким пилотом Альфредом Гриславский, управлявшим самолетом типа Мистер Шмидт. К сожалению, пока не удалось найти родственников стрелка-связиста Василия Воробьева, поэтому фотографий его нет даже в школьном музее. Известно только, что он был родом из Рязанской области и погиб в возрасте 28 лет. Поиск близких героя продолжается.